Уважаемые участники, давайте проверим немножечко, как меня слышно. Если слышно, прошу поставить, пожалуйста, плюсики, чтобы я видела. Так, слышно хорошо. Спасибо большое. Ну, давайте начнем. Тема сегодняшнего нашего вебинара – это развитие логического мышления у детей дошкольного и младшего школьного возраста. От теории к практике. Ну, сегодня немножечко поговорим с вами. Теоретическая часть будет и часть будет практическая. Как уже сказали, если будут какие-то вопросы, пожалуйста, во вкладочку «Вопросы». По окончанию вебинара также оставлю свою электронную почту. Если будут какие-то моменты уточнить, уже мы с вами уточним в частном порядке. Но давайте начнем. Развитие логических суждений у младших школьников в процессе освоения учебного материала в наше время приобретает большое значение. Поскольку самостоятельность в смысле отсутствует особенности обучения и влияет на индивидуальное самоопределение ребенка. На данный момент мы знаем, что иными стали условия обучения, его характер и объем. Зачастую родители сейчас говорят о том, что мы такими объемами не изучали школьную программу. Каждый год появляется все больше и больше предметов. Объем этих предметов увеличивается, что составляет небольшие трудности в освоении того или иного материала. Необходимо учитывать и то, что сейчас в школу приходят дети, уже обогащенные большим количеством знаний и навыков. Неплохо представляющие себе большие явления жизни, о которых мы в свое время даже не знали. Сейчас повсеместно ходит такая шутка, что дети в 3 года уже умеют свободно управлять гаджетами. А что ты делал в это время? Очень часто отвечают со смехом, что ты ел песок. Мы развивались в песочнице, нынешние дети, может быть, к счастью, может быть, к сожалению, развиваются с гаджетами. Но, опять же, если это делать правильно, то наши гаджеты могут нам только помогать. Современные дети младшего возраста сегодня встречаются на каждом шагу, как я уже сказала, с информационными технологиями. Людям они заменяют многие простые радости жизни и виртуальные переживания. Поколение, которое впервые садится сегодня за парты школ, требует несколько иного подхода. И наши дети овладевают правилами логических игр, применяя их зачастую лучше взрослых. И они выигрывают у взрослых уже некоторые моменты. Если... Так, какие-то там технические неполадки. У всех все хорошо, у остальных. Попробуйте перезагрузить. Если говорить о дошкольном и начальном образовании, оно должно заложить базовые основы умственного развития детей, которые создали бы условия самостоятельно мыслящего, критично оценивающего свои действия человека. Сейчас главная цель образования не дать готовые знания, а научить учиться. То есть ребенок должен выдвигать несколько способов решения проблемы, выявлять главное и делать обобщение и выводы. При этом применять эти задания он должен в любых условиях. Не так, как ему дали по шаблону, а он должен двигаться и применять эти знания в разных ситуациях. Этот процесс начинается еще в детском саду. Осваление и оперирование какими-либо понятиями является важнейшим условием, которое обеспечивает качественный процесс обучения не только в начальной школе, но и в дальнейшем обучении. Логические приемы операции являются основными компонентами логического мышления, которое начинает интенсивно развиваться именно в младшем школьном возрасте. В младшем школьном возрасте у нас развивается и формируется так называемый фундамент обучения. В современном быстро меняющемся мире новых знаний, умений и навыков в первую очередь надо научить, как я уже сказала, школьника учиться. То есть самостоятельно производить отбор информации и критически ее осмысливать. Почему это необходимо? Мы знаем, что сейчас, как я уже сказала, многие дети пользуются тем же самым интернетом. Если они будут воспринимать всю информацию, не будут ее критически осмысливать, то будет полная недостоверность информации. Только когда человек умеет выявлять в предметах и явлениях общие признаки, определять их логические структуры, находить правильную и рациональную последовательность операций, самостоятельно строить процесс рассуждения, логически строго обосновывать и доказывать свое утверждение, мы можем утверждать, что он владеет определенными методами мышления. Выполняя творческие же задания, учащиеся анализируют условия, выделяют существенное в предложенной ситуации, соотносят данное и искомое и выделяют связи между ними. Решение нестандартных задач повышает мотивацию к учению. Мы знаем, что дети, как и во все времена, не сильно хотят учиться, поэтому учителям и воспитателям приходится идти на такие изощренные меры, придумывать что-то новенькое. Раньше это были кроссворды, ребусы, головоломки, уберинты, какие-то задачи, шутки. Этого никто не отменял, даже нынешним детям это очень интересно. В процессе использования этих упражнений выявляется положительная динамика влияния этих упражнений на развитие логического мышления. Также повышается качество знаний. Процесс развития мыслительной деятельности у детей будет наиболее эффективным, если он будет использоваться не от случая к случаю, а в системе. Мы знаем, что все должно быть в системе, все должно быть систематизировано и неситуативно. Где же он может использоваться? С использованием технологической модели по русскому языку, с регулярным применением нестандартных задач на уроках математики, с применением технологии обучения грамотного описания и сравнения объектов, и с вовлечением учащихся в познавательно-творческие конкурсы в процессе усвоения содержания школьной программы. То есть необходимо все эти моменты регулярно применять на уроках и во внеклассных занятиях. Умственное развитие проявляется в интеллектуальной сфере, в познавательных интересах и в отношении учащихся к учению. В качестве показателей умственного развития школьников может служить следующее. Умение переносить приемы действий на учебную и внеучебную деятельность. Как я уже говорила ранее, ребенок должен не только в одной ситуации использовать свои навыки, но и уметь их переносить на другие виды деятельности. Также умение использовать логические приемы и операции, выбирать их, преобразовывать свои задания и материалы. В большей степени способствует этому продуктивная деятельность, которая связана с активной работой мышления и находит свое выражение в таких мыслительных приемах, как анализ, синтез, сравнение и обобщение. О них мы поговорим подробно немножечко позже. Эти мыслительные приемы являются составной единицей операции и формы логического мышления, понятия, суждения и умозаключения. Логика мышления не дана человеку от рождения. Попробуйте перезагрузить. Как вернемся к нашей теме, логика мышления, как я уже сказала, не дана человеку от рождения. Ей он овладевает в процессе жизни и обучения. То есть логику нашу мы развиваем. В психолого-педагогических исследованиях теоретически развиваются и экспериментально доказываются идеи о том, что у младших школьников при определенных условиях может успешно осуществляться формирование первоначальных логических умений. Одной из основных логических операций мышления является логическое суждение. Что же такое суждение? Суждение – это форма мышления, в которой либо что-то утверждается, либо что-то отрицается. А также о существовании предметов, о наличии или отсутствии у них каких-либо свойств, о состоянии, виде деятельности или об отношениях между предметами. Если говорить с педагогической точки зрения, логическими суждениями можно считать такие, с помощью которых ребенок последовательно обоснованно излагает свои мысли. Так как суждение – это умственный акт, реализующий отношения говорящего к содержанию высказываемой мысли и связанной с убеждением или сомнением его истинности или ложности, то развитию логических суждений требуется уделять большое внимание и особое внимание. В современной, даже начальной школе, недостаточное внимание уделяется развитию логических суждений как самостоятельного компонента в учебном процессе. Однако логика включена у нас в каждый из наших предметов. В связи с этим, одна из задач обучения – это учить детей логики суждений, доказательств, сделать умозаключения, анализировать, сравнивать и обобщать. При целенаправленном обучении у учащихся развивают умственные действия, логические приемы и операции. Как же организовать процесс обучения, чтобы достичь максимальной интенсивности развития мышления ребенка? Еще Даниил Борисович Ильконин и Василий Васильевич Давыдов, делая основной акцент на сферу теоретических знаний, тем самым обеспечивали развитие у детей теоретического мышления. Это положение стало основополагающим в разработанном ими экспериментальном обучении младших школьников. Даниил Борисович полагал, что основным условием развития является определенное содержание знаний, осваиваемых учащимися. С содержанием знаний, в свою очередь, связаны методы преподавания и формирования у ребенка тех способов действия, которые нужны для освоения понятий. В свою очередь, Василий Васильевич Давыдов подчеркивал, что эти этапы и темпы развития детского мышления зависят от организации обучения и прежде всего от содержания учебных предметов. Многие исследования говорят о том, что в процессе начального обучения эффективность подготовки детей к основному звену школы зависит и от создания условий общего развития, в которые включены теоретическое мышление. Важной стороной деятельности начального обучения является создание условий полноценного умственного развития детей. Готовясь к лекции, я посмотрела опыт многих наших педагогов и опыт показывает, что ребенок, не овладевших операциями и приемами мыслительной деятельности в начальных классах, в средней школе обычно переходит в разряд неуспевающих. Как я уже сказала, что у нас дошкольный период и младшешкольный период становятся как бы фундаментом, базой для освоения и развития логических суждений. Развитие логических суждений способствует развитию теоретического мышления, устойчивых познавательных интересов, творческой инициативы и самостоятельности в поисках способов решения учебных задач. Обучению детей ясно и точно излагать свои мысли, делать умозаключения на основе, опять же, логических суждений. Таким образом, развитие логических суждений положительно влияет на все качество усвоения знаний. Современному ученику нужно передать не столько информацию, как я уже говорила ранее, и не столько готовые ответы, сколько метод их получения, анализ и прогнозирование развития. Система развития логического мышления представляет собой целостное единство целевых процессуально-технологических, организационных, содержательных компонентов логической подготовки учащихся. Целью развития логического мышления выступает определенность, последовательность и доказательность. То есть мы должны ребенку научить последовательности, и исходя из этой последовательности, он должен доказать свои мысли. То есть не верить на слово, а уметь доказывать. Технология развития логического мышления младших школьников представляет собой совокупность следующих форм работы. Введение элементов логики в дошкольную математическую подготовку. Можно использовать такие программы, как развитие, программа детства, программа «Радуга» или же интеллектуальные тренинги «Пономаревы». Следующий момент – это введение уже в школьный курс новых дополнительных дисциплин, в которых логические знания и умения выступают в качестве объекта специального формирования. Допустим, мы знаем, что в некоторых школах на данный момент введен курс шахматы или же информатика в играх и задачах. Это тоже у нас непосредственно становится моментом развития логического мышления. Третий этап – это введение курса логика как самостоятельного учебного предмета. Допустим, факультативные курсы начала логики для первого класса, для более старших классов – это мир логики, или же технология развития логического мышления садовской. Введение элементов логики уже в изучение базовых предметов, особенно математики, как самой теоретической науки из всех изучаемых в школе. Мы знаем, что математика у нас является, можно сказать, самой логичной наукой, поэтому именно в нее начинают включать эти элементы, начиная с самых ранних занятий. Данный подход является наиболее предпочтительным, поскольку может обеспечить всеобщую начальную логическую подготовку, ее органическую связь с предметным содержанием школьных курсов и преемственность между начальной и средней школой. Для наибольшей эффективности организация логической подготовки младших школьников, особенно, как я уже сказала, на уроках математики, должна строиться на следующих принципах. Первое – это органическая связь со специфическим содержанием курса, собственно, с самой математикой. Преемственность между начальной и средней школой, но мы берем уже преемственность даже с детского сада. И третье – это постепенность, систематичность и формирование каждого умения. То есть мы должны постепенно и систематично, не так, что мы вылили на ребенка все наши знания, и... Так, извините, отвлеклась на чат. Мы не должны как бы выливать все знания, допустим, чтобы он нам сразу выдавал моменты классификации. Это все должно происходить постепенно. Также постепенное повышение уровня абстрактности предлагаемого материала и способов оперирования ими. От действий с реальными предметами мы переходим к абстрактному мышлению. А также раскрытие общей значимости логических умений и действий, их независимости от конкретного содержания материала. Умение осуществлять перенос приемов мыслительной деятельности из области математических знаний в другие. Как я уже говорила, да, мы учим детей не только на одном, как бы, примере, а мы учим переносить эти знания на другие области. А также практическое овладение логическими умениями без использования специальной терминологии и без заучивания правил, да. Эти правила должны как бы войти уже в жизнь ребенка, заучивать он их не должен. А также мы должны использовать принцип научности, да, очень четко и ясно отбирать нашу информацию и также доступность. Содержание логической подготовки дошкольников и младших школьников включает в себя основные логические умения и соответствующие им мыслительные операции. К концу обучения в начальной школе, да, то, к чему мы должны прийти, а ребенок должен уже овладеть следующими логическими знаниями и умениями. Первое – это выделение признаков предметов и оперирование ими. Первое, как я уже сказала, выделение признаков предметов, каких-то конкретных или же абстрактных. А также ребенок должен уметь сравнивать два и более предметов. Что у нас сюда входит? Это выявление общих признаков свойств, то есть он должен найти общее, трех и более предметов. Также выявление отличительных двух, трех и более предметов и выявление общего свойства группы предметов. Что у нас входит в выявление общего? Это подбор общего названия, допустим, какого-то собирательного имени для группы предметов. Также выявление лишнего предмета в данной группе, нахождение недостающего предмета в данной группе и сравнение групп предметов. Выявление – это четвертый пункт, закономерности расположения предметов в ряду или матрице. Также узнавание предметов по их признакам и описание предметов по его признакам. Следующий блок – это классификация. Что у нас должно входить в классификацию? Словесная характеристика классов в готовой классификации, деление на классы по заданному признаку, то есть отнесение объектов к определенному классу и введение основания для самостоятельно проводимой классификации. Ребенок должен уметь выделять какой-то свой признак. Четвертое – это проверка результатов проведенной классификации. Следующий, третий блок – это понимание и правильное употребление логических слов. Мы знаем, что у нас есть определенные слова для логических суждений. Какие это слова? Это слова «и» или «все некоторые» и «другие». Следующий момент – это определение. Сюда у нас входит выделение признаков объекта, выделение характеристических совокупностей признаков объекта, описание объекта по их признакам. Признакам, извините. Выделение родовидовых отношений, построение определений через род и видовое отличие, то есть уже по готовым наборам слов. Пятый пункт – это простейшие умозаключения и доказательства. Умозаключения по индукции, умозаключения по аналогии и дедуктивные умозаключения. А что касается дедуктивных умозаключений, какие они могут быть на основе свойств отношений и эквивалентности и порядка, и по правилам заключения, отрицания и социологизма. Чем разнообразнее образовательная среда, тем легче раскрыть индивидуальность личности ученика, а затем направить и скорректировать развитие младшего школьника с учетом выявленных интересов, опираясь на его природную активность. В дошкольном и младшем школьном возрасте, как показывает исследование, главное значение приобретает дальнейшее развитие мышления. В этот период мы с вами знаем, что совершается переход от нагляднообразного к словесно-логическому и понятийному мышлению. Поэтому ведущее значение для данного возраста приобретает именно развитие теоретического мышления. Коллеги написали, что пропал звук. Вот скажите, пожалуйста, меня слышно? Да, слышно. Значит, что-то происходит у вас. Все, спасибо. Продолжим дальше. В современных технологиях обучения математики в начальных классах ориентированы на именно интеллектуальное воспитание, то есть на развитие логического мышления. На данный момент не существует единой программы по осуществлению логической подготовки в течение всего срока обучения. Но логическая составляющая в той или иной степени представлена в программах каждого из авторских коллективов, которые мы с вами используем при обучении наших младших школьников. Причем каждый из авторских коллективов определяет свое количество именно этих логических задач. Значительное место к вопросу обучения младших школьников логическим задачам уделял еще Сухомлинский. Суть его размышления сводилась к изучению и анализу процесса. Он предлагал, мы с вами знаем, решать детям логические задачи. При этом он опытным путем выявлял особенности мышления детей. В своей работе «Сердце отдаю детям» он говорит, что в окружающем мире есть тысячи задач. Их придумал народ. Они живут в народном творчестве, как рассказы и загадки. Еще в тот момент он призывает нас использовать именно рассказы и загадки, которые придуманы самим народом. Он наблюдал за ходом мышления детей и наблюдения подтвердили, что прежде всего надо научить детей охватывать мысленным взором ряд предметов, явлений и событий. При этом осмысливать связи между ними. К началу младшего школьного возраста психическое развитие ребенка достигает уже достаточно высокого уровня. Все психические процессы восприятия памяти мышления, они прошли достаточно долгий путь развития. И при этом они начинают... как бы прошли, извините, прошли определенный путь развития. И на базе этого мы можем уже более точно и более полно формировать их для дальнейшего обучения, для дальнейшей деятельности. Различные познавательные процессы, обеспечивающие многообразные виды деятельности ребенка, функционируют не изолировано друг от друга, а представляют сложную систему. Каждая из них связана со всеми остальными. Эта связь не остается неизменной на протяжении всего детства. В разные периоды ведущее значение для общего психического развития приобретает какой-либо один из процессов. Но при этом мы с вами знаем, что они идут все в связке. В зависимости от того, в какой степени мыслительный процесс опирается на восприятие, представление или понятие, различают, мы с вами знаем, три основных вида мышления. Первое – это предметно-действенное или наглядно-действенное. Второе – это наглядно-образное. И третье – это абстрактное или мы с вами еще называем его словесно-логическое. Второе – предметно-действенное. Первый вид мышления – это мышление, мы с вами знаем, что оно связано с практическими, непосредственными действиями, с предметом. Наглядно-образное мышление, второй вид мышления – это мышление, которое опирается на восприятие или представление. Оно характерно для детей раннего возраста, детки наши, дошкольники. Наглядно-образное мышление дает возможность решать задачи непосредственно в данном наглядном поле. Дальнейший путь развития мышления, как бы такая наша цель, это развитие мышления заключается в переходе к словесно-логическому мышлению. Это мышление понятиями, оно лишено, мы с вами знаем, непосредственно наглядности. Здесь мы только мыслим словами и нашей логикой. Переход к этой новой форме мышления связан с изменением содержания мышления. Теперь это уже не конкретные представления, имеющие наглядную основу и отражение внешние признаки предметов, а понятия, которые отражают наиболее существенные свойства предметов или явлений. Это новое содержание мышления в младшем возрасте, мы знаем с вами, что дается очень сложно. И именно к этому мы должны подвести детей, именно этому мы должны их научить. Словесно-логическое или понятийное мышление формируется постепенно на протяжении младшего школьного возраста. В начале данного возрастного периода все равно доминирующим, мы с вами знаем, является наглядно-образное мышление. Поэтому, если в первые два года обучения детям много работают с наглядными образами, то в следующих классах объем такого рода занятий сокращается. По мере того, как дети начинают обладевать учебной деятельностью и как они усваивают основные научные знания. Школьник постепенно приобщается к системе научных понятий. Его умственные операции становятся менее связанными с конкретной практикой или деятельностью, или же наглядной опорой. Словесно-логическое мышление позволяет ученику решать задачи и делать выводы, когда он уже ориентируется на слова. Младшие школьники в результате обучения в школе, когда необходимо регулярно выполнять задания в обязательном порядке, учатся управлять уже своим мышлением, думать тогда, когда надо. Во многом формирование такого произвольного управляемого мышления способствует задание учителя на уроке, когда он побуждает к размышлению. Именно размышление правильно учит логические мысли для ребенка. При общении в начальных классах у детей формируется осознанное критическое мышление. Они начинают принимать или отрицать ту или иную информацию. Это происходит благодаря тому, что в классе обсуждается пути решения задач, рассматриваются различные варианты решения. Учитель постоянно просит школьников обосновать, рассказать, доказать правильность своего суждения. Здесь не как у нас в методах наших любимых тестов, что ребенок поставил, сделал определенный ответ. Нет, мы должны учить детей обоснованно рассказывать и доказывать правильность своего суждения. Младший школьник регулярно становится в систему, когда ему нужно рассуждаться, поставлять или же выполнять какие-то умозаключения. В процессе решения учебных задач у детей формируются такие операции логического мышления, как анализ, синтез, сравнение, обобщение и классификация. Анализ, как мыслительное действие, предполагает разложение целого на части, выделение путем сравнения общего и частного, различение существенного и несущественного в предметах и явлениях. Овладение анализом, начиная с умения ребенка выделять в предметах и явлениях различные свойства и признаки. Как известно, любой предмет можно рассматривать с разных точек зрения, в зависимости от того, что мы выводим на первый план, чем выступает та или иная черта или то или иное свойство предмета. Умение выделять свойства дается младшим школьникам, как я уже говорила, с большим трудом. Это понятно, ведь конкретное мышление ребенка должно преодолеть сложную работу, абстрагироваться, как бы отойти от других свойств предмета. Как правило, из бесконечного множества свойств какого-либо предмета первоклассники могут выделить лишь 2-3, а наши дошкольники того и меньше. Это одно-два. По мере развития детей, расширения их кругозора и знакомства с различными аспектами, такая способность, безусловно, совершенствуется. Однако это не исключает необходимости специально учить младших школьников видеть в предметах и явлениях их разные стороны. Выделять множество свойств. Параллельно с овладением приема выделения свойств путем сравнения различных предметов или явлений необходимо выводить понятие общих, отличительных, частных, существенных и несущественных признаков. Если говорить о том, что неумение выделять общие существенные, можно серьезно, как я уже говорила ранее, затруднить процесс обучения. В этом случае от типичного материала, допустим, подведения математической задачи под уже известный класс, допустим, выделение корня в различных словах, или же, если это наши дошкольники, то, допустим, выделение какого-то одного свойства в... то, допустим, если это овощи, то ребенок должен выделить определенные свойства. Умение выделять существенное способствует формированию другого умения отвлекаться от несущественных деталей, да. Очень часто у нас дети начинают выделять несущественные детали. А наша задача научить их именно выделять важные и существенные детали. В процессе обучения задания приобретают все более сложный характер. Если, допустим, ребенка мы учили выделить какой-то один предмет, ну, допустим, что он должен у нас выделить фрукты, или же, ну, давайте возьмем фрукты круглые, то мы после того, как он научился выделять только фрукты, которые круглые, мы предлагаем ему сюда еще добавить другую задачу. Допустим, помимо круглых фруктов мы добавляем еще круглые овощи. Здесь необходима такая операция мышления, как классификация. В начальной школе необходимость классифицировать используется на большинстве уроков, или же мы начинаем классификацию еще в детском саду, как при введении нового понятия, так и на этапе закрепления. В процессе классификации дети осуществляют анализ предложенной ситуации, выделяют в ней наиболее существенные компоненты, используя операции анализа и синтеза. Это и производит обобщение в каждой группе. В результате этого, как я уже говорила, происходит классификация по существенному признаку. Если говорить о основных логических заключениях, то мы выделяем такие логические заключения, как анализ и синтез, сравнение и обобщение, классификация, выявление закономерностей, определение понятий, доказательства и опровержения. Это то, что должен уметь наш ребенок уже по окончанию младшей школы. Поэтому технологическая модель по развитию мыслительной деятельности младших школьников должна реализовываться через блоки. Давайте рассмотрим. Здесь я взяла начальную школу. Какие же это блоки? Это аналитико-синтетический, первый блок, второй блок – это сравнение и обобщение, третий блок – это установление закономерностей, и четвертый блок – это классификационный блок. А если мы с вами берем блок аналитико-синтетический, что мы можем сделать с вами на, допустим, уроках русского языка? Ну, в первую очередь, аналитико-синтетический блок предполагает развитие умений мысленно расчленять предметы или явления на образующие его части, соединять отдельные элементы, части и признаки в единое целое. Анализ и синтез неразрывно связаны между собой в процессе познания. Допустим, как мы можем применять этот блок? Пример. С каждым из этих слов придумайте пару предложений, также чтобы слово в нем использовалось сначала в качестве одушевленного существительного, а затем неодушевленного. Допустим, полька, гусеница, ласка, старина. Ласка, допустим, возьмем слово, ласка в значении ласкать кого-то, и ласка в значении, допустим, животного. Также гусеница. Гусеница может быть у нас, допустим, гусеница на танке, и гусеница как живое существо, гусеница на листочке у нас. Следующий – это блок сравнения и обобщения. Как строится наш этот блок? Строится на заданиях по выделению признаков предметов и оперировании ими, выяснение их различий и сходств, рассмотрению явлений и действий с разных сторон для выделения их признаков, узнавания объектов по их признакам и составлению их описания. Допустим, вы пишите из каждой группы лишнее слово, или же мы предлагаем, если это дети дошкольного возраста, то мы можем предложить им картинки, где три картинки будут чем-то объединены общим. Ну, допустим, вот лес, леска, лесник и лесной. Соответственно, леска, мы все с вами понимаем, что это лишний компонент. Ребенок, опять же, должен объяснить, почему это так. Следующий блок – это блок установления закономерностей. Здесь он заключается в раскрытии и уточнении смыслологических слов, таких как «все», «некоторые», «если то», с помощью соответствующих предметных действий, подборе синонимов к логическим словам и тренировке в их правильном употреблении, в совершенствовании способностей школьников проводить доказательства, формулировать суждения и проводить умозаключения. Допустим, пример. Мы должны с вами выявить закономерность. Допустим, лес 0, леса 1 и лесной – это 2. Здесь мы с вами смотрим, сколько у нас морфем добавляется. А следующий момент – это у нас классификационный блок. Он включает в себя работу по подбору названия групп предметов, явлений, объединенных общим свойством группировки их по данному признаку, нахождению признаков, по которым произведена группировка, самостоятельно выбранному признаку для группировки и распознаванию правильной группировки. Здесь мы можем предложить ребенку распределить слова на группы. Допустим, белка, дупло, дерево, шишка, грибы, заяц. Мы должны предложить этот момент ребенку, и после чего он должен классифицировать эти слова. Допустим, заяц и белка, мы знаем, что это животное, он должен объяснить, что это животное, и почему он их объединил в одну группу. Что касаемо уроков математики, как я уже говорила, самый такой предмет для развития логики. Уроки математики представляют уникальную возможность для развития мыслительной деятельности учащихся в процессе освоения учащимися нестандартных задач с основными понятиями математики. Нестандартные задачи, оставаясь одним из важных направлений по развитию мыслительной деятельности, вносят свою лепту в развитие интеллекта ребенка. Что же они делают? Они повышают развитие логического мышления учащихся, вооружают их навыками решения нестандартных задач, значительно расширяют и углубляют знания о нестандартных задачах, формируют эмоциональную восприимчивость, а также формируют практические умения по решению жизненных задач. Какие же нестандартные задачи на уроках математики, я расскажу немножечко позже, они будут у нас в приложении, в конце. Если говорить об уроках литературного чтения, это обучение способом грамотного описания и сравнения объектов, живых или рукотворных, позволяет развивать мыслительную деятельность учащихся. Мы знаем, что на уроках литературы мы должны грамотно описывать и сравнивать объекты. Сравнение – это мыслительная операция, направленная на установление черт-сход и черт-различия между объектами наблюдения, составленная из последовательных операционных систем, обучение, которым, как прочим учебным навыкам, нужно учить. Это обучение возможно на основе некоторой алгоритмизации не только мыслительных, но и практических действий. В процессе обучения прием и сравнение, который слабо представлен в школе с технологической точки зрения, не уделяется достаточного внимания обучению первоначальным знаниям и практическим умениям. Если говорить о развитии мыслительной деятельности младших школьников, способствует их участие во внеклассных мероприятиях. Мы с вами знаем, что сейчас повсеместно проводятся такие конкурсы, как кенгуру, медвежонок, кит, да, кенгуру, это мы знаем для детей, не для детей, это направление математическое, а медвежонок это направление русский язык, кит, всем известно, это информационная технология, наша информатика. Если говорить более широкие задания, это по русскому языку, да, какие практические моменты. Допустим, тест это выявление общих понятий. Все эти задания мы можем использовать не только как тестирование, но и просто как задания, которыми мы можем пользоваться на наших уроках. Допустим, выявление общих понятий, мы должны выявить общее понятие такое, как сад. Что у нас сюда входит? Растение, забор, садовник, собака, земля и так далее, да. Ребенок должен обобщить все эти понятия и рассказать, чем они связаны. Ну, все слова я перечислять не буду, вы можете скачать презентацию и этим пользоваться. А следующее это анализ отношений и понятий. Допустим, школа обучения, больница, доктор. И мы предлагаем ребенку обобщить и проанализировать эти понятия, как они относятся друг к другу. Следующий момент это у нас образцы грамотного сравнения объектов. То есть, ребенку на уроках, извините, литературного чтения или же просто на других уроках мы должны предложить грамотно сравнивать и обобщать объекты. Допустим, план сочинения, который мы предлагаем ребенку. Это обобщение толкований и понятий, черты сходства и черты различия. Да, это то, что у нас должен обязательно выделить наш ребенок. Общее толкование понятий, черты сходства и черты различия. Следующий момент это нахождение причинно-следственных связей. Какие задания мы можем давать детям? Допустим, некоторые ученики нашей школы живут на улице Мичурина. Маша ученица нашей школы, значит, она живет на улице Мичурина. Здесь ребенок должен проследить причинно-следственную связь. Если это дети-дошкольники, то причинно-следственные связи им лучше, опять же, давать в картинках. Допустим, такое есть очень хорошее пособие, что сначала, что потом. Следующий момент это исключение понятий или очень часто это называется четвертый лишний. Что у нас здесь? Допустим, мы диктуем, либо ребенок читает. Следующие слова. Неудача, поражение, провал, крах, волнение. Здесь мы понимаем, что волнение это у нас лишнее. При помощи вот таких, как бы, можно сказать, легких задач мы развиваем логическое мышление наших детей. Следующее задание, которое тоже очень интересно детям, это нестандартные задачи по математике. Допустим, удивительные числа. Здесь нам предлагается число 6, 10, 18, 34. Мы должны продолжить ряд чисел. Но давайте вот прямо на вскидку, пока я объясняю задание, кто может ответить, какие числа пропущены. Ну, а я в свою очередь пока буду объяснять, как мы решаем эту задачу. Каждое новое число в последовательности увеличивается на число в 2 раза больше предыдущего. То есть, да, на 4, 8, 16 и так далее. Значит, дальше будет увеличиваться на 32 и на 64, да. То есть пропущенные числа – это у нас 66 и 130. Коллеги, подскажите, пожалуйста, слышно ли меня, потому что почему-то чат прям пропал. Так, слышно. Олег Васильевич, а в чем сложность, что дети это не смогут делать? Так, слышно хорошо. Спасибо. А следующее, что мы можем предложить, ну, это уже детям постарше. Естественно, это не дошкольный возраст. Это наша звездочка. Здесь в вершинах звездочки данные числа, которые увеличиваются по направлению стрелки. Допустим, 6, 8, 10. И здесь мы видим, что каждое число у нас увеличивается. Увеличение на 2 больше предыдущего. Значит, следующее у нас увеличивается на 12. То есть пропущенное число у нас получается 44. Если говорить о других задачах, которые мы еще можем предложить, это сравнение, допустим, рукотворных предметов. Ребенку дается 2 предмета, допустим, шуба и куртка. Он должен их сравнить. Допустим, это верхняя одежда, шубу и куртку люди носят в холодную погоду и так далее. Здесь ребенок сравнивает те или иные предметы. Точно так же по такому же принципу, допустим, это уже упражнение для детей 3 класса, мы здесь сравниваем животных, допустим, волка или сур. Опять же, останавливаться я не буду более подробно. Здесь вы можете прочитать это сравнение самостоятельно, когда вы скачаете презентацию. Или же сравнение литературных героев, это уже для детей более старшего возраста, допустим, крокодилгена и чебурашка. Тоже текст будет у вас в презентации. Следующее это логические упражнения, допустим, информационный поиск. Здесь цель нашего упражнения это, допустим, потерянный портфель. Цель научить извлекать как можно больше информации при рассмотрении объекта. Как мы даем это задание? Учитель находит в коридоре школы портфель какого-то ученика, возможно, 5-6 класса. И при этом дети пытаются вместе с учителем угадать, кому мог принадлежать этот портфель по косвенным признакам. Допустим, в портфеле лежит учебник физики за 6 класс, да, соответственно, дети говорят, что это портфель ученика или ученицы 6 класса. Допустим, тетрадь без подписи с вырванными страницами в филе футболка и зеркальце. Дети делают вывод, что портфель принадлежит, скорее всего, девочке, потому что там лежит зеркальце. Учебник подсказывает, что учится этот человек в 6 классе, и, возможно, у них есть физика и физкультура, да, можно подойти к расписанию и узнать, у какого класса есть такие предметы и кто потерял портфель. Следующий момент – это у нас задача с неполным условием. Цель данного упражнения – это научить перечислять все возможные характеристики литературного героя. Выполняется как задача «Донетка». Здесь пишут, что видео зависает, но пока только один человек написал, попробуйте перезагрузить. Как я уже говорила, да, выполняется как задача «Донетка». Девочка, допустим, играла с подружками и внезапно исчезла, как ее звали. Но уже здесь упражнения рекомендуется проводить в 3-4 классах. В качестве подготовительной работы для обучения умению давать характеристику литературному герою. Что у нас происходит здесь? Так, там Татьяна Викторовна отвечает. Слушайте лучше Татьяны Викторовны. Но именно в этом плане. Да, действительно, видео может немножечко подвисать, но если звук идет, то оно восстановится. Как я уже говорила, да, ребенок задает вопрос, и после чего он говорит, допустим, как ее звали. Дети начинают предполагать, кто это может быть. И здесь что у нас происходит? Дети как бы угадывают по определенным признакам, кто же это. Следующее это у нас упражнение, допустим, «Загадочное предложение». Цель данного упражнения – это научить извлекать как можно больше информации при чтении какого-либо предложения. Допустим, для детей первого, второго класса это предложение «Цветок завял», да? Мы предлагаем детям, это можно и с дошкольниками использовать, пофантазировать, что вы думаете по этому поводу. Расскажите, что вы поняли. Допустим, возможно, дети замечат, что речь идет не только об одном погибшем цветке. Чтобы жить, цветку нужна влага, возможно, он погиб, потому что его не поливали, цветку нужно утепло и так далее. Дети могут предположить массу причин гибели нашего цветка. Все их следует выслушать и обобщить наиболее вероятные. Следующее – это уже для более старших классов. Это, допустим, третий, четвертый класс. Здесь мы даем детям посложнее задачи. «Машина, допустим, вылетела на обочину». И предлагаем попробовать и порассуждать без выдумок и фантазий, какую информацию мы получили из этого предложения. В третьем, четвертом классе нужно уже стараться вычленять лишь достоверные факты. Здесь мы немножечко должны придерживать фантазию наших детей. Допустим, мы точно знаем, что была дорога, раз есть обочина, машина вылетела, значит, до этого события она точно ехала, а не стояла. И причем ехала быстро. Никто по своей воле не слетает с дороги, так как это опасно, значит, что-то случилось. И какие же причины могут быть? Причин может быть много. Допустим, скользкий асфальт, опасность на дороге. И здесь мы предлагаем детям гадать, главное, не предлагаем гадать, а главное, что водитель не справился с управлением и не смог, например, остановить машину медленно. Следующее, что какие же задачи для решения мы можем предложить. Допустим, я сейчас озвучу коротко, потом в презентации вы можете посмотреть их более подробно. Допустим, Саша ел яблоко большое и кислое. Коля ел яблоко большое и сладкое. Здесь мы задаем детям, что в этих яблоках одинаковое, а что разное. Дети должны описать и более точно рассказать, что у них общего, что у них разного. Следующее очень такое интересное упражнение, опять же, для детей более старшего возраста. Это анаграмма. Первое, что мы развиваем, это возможность, дети должны сложить из данных букв слова. И после чего, после того, как они уже научились складывать эти слова, допустим, ну вот первое сок, потом дуб, потом рим, мир и так далее. Мы предлагаем детям точно так же, допустим, найти лишнее в каждом из столбиков, которые, в каждом из столбиков, извините. Допустим, первое у нас стул, шкаф, так, здесь у нас кровать, стол и, так, одно слово, вот оно у нас будет лишним, так, сейчас потеряла сама. Это у нас калаш. Здесь мы убираем лишнее слово. Ой, ложка, извините, да, мне подсказы, спасибо. Да, ложка, оно у нас будет лишним. Допустим, следующее, мы должны найти общее. Точно так же у нас дана наша анаграмма, да, и мы должны найти общее. Туфли, ботинок, сапоги. Так. Мы убираем лишнее слово с вами, да. И точно так же мы должны объединить в группу. Здесь у нас даны животные, здесь у нас даны насекомые, рыбы. И мы должны объединить, предлагаем детям объединить в ту или иную группу. Но это то, что касаемо наших сегодняшних заданий. Если появятся какие-то вопросы, вот сейчас открою вкладочку «Вопросы», посмотрим. Так. Здесь математика в дошкольном возрасте. Так. Ну, говорят, что нравилось работать с пособием Петерсона. Да, там действительно идет развитие логического мышления. Здесь, ну, как таковых вопросов я пока не вижу. Давайте, если будут какие-то вопросы, пожалуйста, вы напишите мне их. Ну, именно по информации. На сегодняшний момент, по моей информации, что я хотела вам дать, у меня все. Жду ваши вопросы и буду на них отвечать. Если что, я на данный момент напишу вам почту. На эту почту можно будет прислать вопросы, которые мы с вами обсудим в частном порядке. Буду ждать. Так, ну, большое спасибо за сегодняшнее внимание. Я сейчас отправлю в чат вопросы. Сейчас немножечко. Подождем. Так, ну, давайте посмотрим еще по вопросам, если какие-то. Ну, в папке вопросы, как скачать сертификат, это к организаторам. Я надеюсь, что они вам ответят, как получить сертификат. И сейчас Татьяна Викторовна подключится, она более точно уже вам объяснит этот момент. Вот она продублировала мою почту красным цветом. Если какие-то вопросы, я буду готова ответить на них в частном порядке. Так, ну, я думаю, Татьяна Викторовна может уже подключаться и завершать. Большое спасибо за внимание. Татьяна Викторовна подключается. 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 Татьяна Викторовна подключается.